МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нынче модно читать? В Киеве проходит книжный арсенал. Какая литература в тренде? Чемпионы на руках. В каких условиях приходится тренироваться параолимпийцам? И сколько спортсменам еще ждать помощи от властей? Немецкий вояж с президентом. Петр Порошенко сегодня в Германии по приглашению канцлера Ангелы Меркель. Переговоры тет-а-тет, по данным прислужбы главы государства, продолжались около трех часов. И проходили в закрытом режиме. Но еще накануне стороны рассказали СМИ об основных темах встречи. Продолжит Татьяна Лагунова. Сегодняшний визит президента Украины в Германию был не похож на все его предыдущие. Во-первых, прилетел президент в выходной день. Да и впервые Ангела Меркель принимала Петра Порошенко не в Берлине. Встреча состоялась в гостевой резиденции немецкого правительства. Во дворце Мезеберг. Канцлер встретила президента на пороге. Затем они коротко побеседовали с глазу на глаз. Ну и до основной части переговоров сделали заявление для СМИ. Мол, главные темы таковы ситуация на Донбассе, выполнение минских договоренностей и реформы в Украине. Главный вопрос, как мы можем обеспечить и улучшить безопасность на востоке Украины. Ведь безопасность, согласно минским договоренностям, это предпосылка для выполнения дальнейших пунктов, в том числе и политических. Я также расскажу президенту Украины о своей встрече с новым президентом Франции. Эммануэль Макрон готов продолжать минский процесс. А это значит, что нормандский формат будет существовать. Петр Порошенко поблагодарил Германию и Европу за предоставление украинцам безвизового режима и тоже заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям, которые должны быть выполнены полностью. Конечно, мы имеем новые реалии, когда российский президент Путин выдав указы, что до визнания фейковых документов российский уряд фактически расповсюдил рубльовую зону Российской Федерации на окупованной территории Украины. Мы имеем конфискацию российской влады активов, которые принадлежат украинской державе и украинским гражданам на окупованных территориях. И с урахованием всех этих реалий мы должны все-таки решить действовать дальше, чтобы повернуть минский процесс в конструктивное русло. Затем политики удалились на переговоры. Ну а члены делегации рассказали журналистам, сегодня они ожидают прорыва в вопросе освобождения заложников. Вот что сказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. Очевидно, что украинская сторона наполягает на том, чтобы вопрос о извольнении заручников решился как в приоритетном формате Минска. И тут Украина готова до небольших компромиссов. Как вы знаете, мы провели процедуру верификации тех людей, которые совершили преступление против государства Украины, которые сейчас находятся в пенитенциальных закладах, но не хотят перемещаться на территории Ордо и Орло так званых. И мы наполягаем на том, что 24 травня, педчас наступной встречи в Минску, мая уже знает, как будет поставлена крапка в этом вопросе. Не исключено также, что на встрече может быть достигнута договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. Ведь в квартете недавно произошла замена. Францию теперь представляет Эммануэль Макрон. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А после встречи с канцлером президент посетил бывший концлагерь Загзенхаузен, где почтил память узников. В период с 1941 по 1945 здесь находились тысячи украинцев. Среди заключенных были лидер ООН Степан Бандера и поэт Олег Ольжич. В память о жертвах нацизма Порошенко возложил венок у мемориальной доски. В то время как в Германии шла речь о необходимости выполнять минские договоренности, в зоне АТО эскалация боевых действий. Подпопасные боевики Огнемградов и Гаубиц накрыли позиции украинских военных. Семеро наших бойцов получили ранения под Авдеевкой. А самое большое количество вражеских артиллерийских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Все подробности у Руслана Смещука. Второй день подряд боевики накрывают Широкино и соседняя Бердянская из запрещенных 122-мм гаубиц. Журналистов на эти позиции пока не пускают. Досталось и Маренке с Красногоровкой. По фронтовым городам сегодня ударили вражеские минометы. А это передовые позиции под оккупированной Новоласпой. До окопов противника тут меньше километра. Последние несколько дней боевики тут используют мощные крупнокалиберные пулеметы. Впрочем, наши военные долго не выжидают, открывают ответный огонь. Часто завязываются стрелковые дуэли. У нас затеса, много чего. А много они набоев положили себе? Ну, так нормально, прилично. Ну, мы тоже им нормально, тоже так под насыпали. Ответку дали. Противник тут очень активен. Вражеская пехота периодически пытается продвинуться вперед и окопаться на новых позициях. Копаются активно. Бывает ночью даже наблюдаем ночный прибор. Дивимся движения там такие, что наносят, там копают. И в день копают. Окопники тоже по всему, короче, фронте. Такое продвижение сдерживается огнем. Ну, а в самом Мариуполе сегодня провели сборы резервистов территориальной обороны. Первая помощь на поле боя и элементарные азы обращения с военным снаряжением. Вторая фаза – стрелковая подготовка. Мета – подготовка особого склада до проведения боевых действий. Впрочем, о призыве пока речь не идет. Это просто плановое учение. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности – телеканал «Интер». В Мелитополе пытались поджечь здание гурсовета. Около четырех часов утра двое неизвестных бросили в парадную дверь здания несколько бутылок с коктейлями Молотова. Избежать крупного пожара удалось. Сохранник отреагировал немедленно, вызвав спасателей. Никто не пострадал. Повреждены двери и окна на первом этаже здания. Уголовное производство открыто по статье «Умышленный поджог». Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы. Снова недопонимание между НАБУ и ГПУ. В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что Генпрокуратура распространила ложную информацию. Речь идет о сообщении пресс-секретаря генерального прокурора. Напомню, на своей странице в Facebook Лариса Сарган сообщила, что 19 мая работники прокуратуры Сумской области задержали сотрудника НАБУ при получении взятки в размере 150 тысяч долларов. В антикоррупционном бюро уточняют, что задержанный не служит в НАБУ. Он был уволен в феврале этого года. При этом подчеркивают, никаких запросов о личности этого человека от ГПУ не получали. И просят опровергнуть информацию. Война за землю. В Ивано-Франковске уже 4 года длится конфликт между местным застройщиком и жителями одного из районов города. Строительная компания через суд пытается отобрать землю, где расположен сквер, и возвести там многоэтажки. Подробнее наши корреспонденты. Этот земельный участок почти 2 гектара. В микрорайоне Пасечная Ивано-Франковский горсовет на 3 года отдал в аренду строительной фирме еще в 2010-м. За это время здесь выстроили две многоэтажки. Застройщик успел освоить только половину территории. Хотел строить дальше, но чиновники срок аренды не продлили. На пустующей территории по просьбе местных жителей обустроили сквер. Но застройщик пошел в суд. Требует, чтобы ему либо продлили договор аренды, либо предложили новый участок. За 4 года судебных тяжб вынесено уже с десяток решений. Последнее Ивано-Франковского областного хозяйственного суда. Там признали право застройщика на землю. Местные жители заявляют, уничтожить сквер не дадут. Это единственная зона отдыха. На выходных и по вечерам здесь не протолкнуться. Это просто жестоко. Людей замырвать в бетоне и не дать им никакого шанса для отдыха. Мы будем выстоять будь-якими методами. В парке классно дерева есть. То есть это все будет срезать, но мне в голову не вкладывается, например. Точку в этом деле пока ставить рано. Ивано-Франковская мэрия уже подала апелляцию на решение хозсуда. Судебное заседание должно состояться уже в конце мая. Юлия Жешко, Жанна Дудчак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Львовский мусор на этот раз довезли до Житомирской области. Ночью патрульные догнали фуру, водитель которой высыпал у села Ягодинка бытовые отходы. Его засекли местные жители и сообщили в полицию. Машину остановили уже в соседнем селе. Среди отходов нашли квитанции, подтверждающие, что мусор из Львова. А вывозить его по ночам подрядился бизнесмен из Новоград-Волынского. Сбрасывают мусор и неподалеку от самого Львова. Накануне его обнаружили в городе Строй, в 70 километрах от областного центра. Все подробности у Галины Якушко. На зовні ангару є купа, яка фактично вже має ознаки того, що це сміття пролежало тут кілька днів. Эту кучу отходів активисты з городка Строй обнаружили у одного із заброшенных зданий бывшого завода железобетонних конструкцій. Ще нескільки тонн мусора були спрятані в одному із ангаров. Местні жителі уверені, вигрузку мусора тщательно планировали. Поліції кажуть, мусор із Львова. Це підтверджають квитанції чеки, найдені в одходах. Але хто іменно вигрузив мусор, поки не ясно. Ми документували факт, виглядну побутову сміття. Проблизна площа 4 на 4,5 метра. Були виглядні квитанції про те, що ця сміття походить з міста Львова. За загрязнення території виновному грозит штраф. Але, як показує практика, знайти крайнего в історії з нелегальною вигрузку мусора із Львова достатньо сложно, а то і вообще невозможно. Ну а городской голова Андрей Силовий по-прежнему борется с проблемой только на словах. Выпустил очередное видеообращение и снова пригласил своих коллег. Мэров других городов подписать меморандум о приеме отходов із Львова. Каліна Якушка, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интерлівська область. А под Черкасами жителя села Красная Слобода обнаружили целый полигон старой от яда химикатов. Канистры и бочки для последующей переработки свозила частная фирма. Все это хранилось под открытым небом в 30 метрах от жилого сектора. Тему продолжит Станислав Кухарчук. На этих сельских огородах за последние несколько недель вымерли даже насекомые. Все это время, рассказывает Елена, жители домов, которые всего в 30 метрах от промзоны жалуются на головные боли и неприятный химический запах. Началось все после того, как здесь появился новый арендатор и начал перерабатывать пластиковую тару. Начался очень неприятный запах, просто, ну, гидкий такой вот конкретный. У соседа оно подохло, и кролики, и птички с дерева падают. За забором огромное хранилище использованных емкостей из-под пестицидов и яда химикатов. Их остатки из открытых канистр стекают прямо на землю. А эту яму, похоже, работники вырыли специально для промывки баков от химии. Что-то будут бодяжить, а через стену сливать отходы сюда, и оно будет все попадать в грунт. На территории ни работников, ни начальства. С жителями села им общаться явно не хочется. Сторож промзоны сообщает, фирма территорию базы арендовала недавно. Зловонный пластик начали завозить в начале месяца. Его бизнесмены планировали дробить на гранулы. Занял раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь боксов. И плюс всю территорию этими мешками, этими баулами с канистрами, с педялью. А когда ветер дует, она воняет. Зампредседателя сельсовета шокирован увиденным. Местные власти на такого рода деятельность разрешения фирме не выдавали. Собственникам чиновнику все же удалось поговорить. Общего языка не нашли. Бизнесмен, иностранец и украинский едва понимает. Забирать опасные отходы приехали эти фуры. Правда, водители не знают, куда будут везти груз. Не знаю, где их завозят. Мне заказали, чтобы я их вывез. Сейчас заеду, буду разбираться. Но узнав о присутствии на территории журналистов, хозяин отходов по телефону тут же отменил заказ. В экологической инспекции вовсе за голову хватаются. Подобные емкости из класса особо опасных. Для их переработки и хранения необходимы специальные условия и лицензия. А документов у фирмы нет. По факту загрязнения окружающей среды полиция открыла уголовное производство. Хозяина фирмы уже допросили. И пока будет идти следствие, отходы останутся под охраной правоохранителей. Когда их вывезут на утилизацию, неизвестно. В аэропорту Борисполь пассажиры рейса на Анталию в буквальном смысле устроили бунт. Свыше 8 часов люди провели в ожидании самолета. При этом представители авиакомпании никаких объяснений не давали. Удалось ли им вылететь на отдых? И чем грозят такие действия авиаперевозчику в нашем материале? Вот так и издеваются над людьми. Уставшие после бессонной ночи с плачущими детьми. Так началось путешествие туристов, которые направлялись на отдых в Турцию. В аэропорту их рейс задержали более чем на 8 часов. Пояснить причины им никто не спешил. Объясните, почему мы до сих пор не улетели? Я не буду разговаривать с вами на телефон. Почему? Потому что не отказываются. Ну вы же представители авиакомпании. Просидев 5 часов, но так и не дождавшись регистрации и внятного ответа от представителей компании, люди подняли бунт и перекрыли проход на регистрацию пассажирам других рейсов. И только после этого добились объяснений. Изначально объявили о том, что тот самолет, который должен был утром прибыть, у него там какой-то случился отказ системы, он взлетел и сел назад в Станбуле. И они начали мучительно якобы искать замену этому самолету. То есть людям говорят, что ждите, ждите, сейчас полетим. За 8 часов ожидания людей покормили. Один раз. Они уверены, если бы не их радикальные действия, своего борта дожидались бы еще долго. Если бы мы, наверное, не перекрыли легенько проход другим пассажирам, то, может, и меньше и с детьми сидели маленькими. По большому счету мы уже должны были поселиться в отеле. И это все проплачено. И с каждого путевка включена всю сумму, которая уже мы должны были прилететь в 8, 15, 8, 20. И это уже идет в рахунок нашего отпечатка. В самой авиакомпании на многочисленные звонки подробностей долго не отвечали. И только ближе к вечеру нам удалось дозвониться. Я никакие комментарии давать по телефону служебному не буду. Я сейчас с экипажем работаю. Так что, можете, вот как раз на этот борт приехал экипаж. Посадку объявили во второй половине дня. Но и здесь не обошлось без сбоев. Сломалась компьютерная система учета пассажиров. И их пропускали по спискам, не соблюдая купленные места. Альба! 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 По правилам, если авиаперевозчик задерживает рейс более чем на 5 часов, он обязан либо вернуть деньги, либо предложить альтернативные маршруты. Поэтому, считают юристы, люди вправе подать иск. Согласно действующему законодательству и международным конвенциям, подлежит компенсация этого времени. Если их не накормили, не поселили, они имеют право получить компенсацию от авиакомпании в полном объеме предусмотренном законодательством, более того, могут претендовать на моральный ущерб. Кроме того, пассажиры, по мнению юриста, вправе предъявить претензии и к туроператору, который мог помочь в решении проблемы. Инна Томина, подробности, телеканал Интер. В Великобритании подготовка к досрочным выборам выходит на финишную прямую. Лидеры политической гонки представили свои программы. Чем британские политики собираются удивлять электорат, выясняла Оксана Кундеренко. Это действительно гонка. Времени в обрез. Готовиться некогда. За три недели до выборов ставки особенно высоки. И обе лидирующие партии решили пойти ва-банк. Наобещались три короба и выступили с непопулярными предложениями. Вот он, манифест консерваторов. Небольшая брошюра с основными пунктами предвыборной программы. Другое название – непростые решения. Нынешний премьер Тереза Мэй отважилась на радикальные меры. Хочет отобрать субсидии на отопление у зажиточных пенсионеров, лишить школьников горячих обедов и заставить компании, которые нанимают сотрудников не из ЕС, платить вдвое больше налогов. Вопрос миграции очень болезненный. Да, мы хотим снизить этот показатель, ведь неконтролируемая миграция влияет на самых бедных граждан нашей страны, не позволяет повышать зарплаты, перегружает социальные службы. Мы бы хотели видеть в Великобритании образованных людей, умнейших и лучших. Что написано в программе? Пером не вырубит топором, придется выполнять. Кроме ограничений, консерваторы обещают увеличить финансирование системы здравоохранения и образования. Этого хотят и конкуренты-лейбористы, причем обещают существенно уменьшить плату за обучение в университетах. Джереми Корбин поставил на красное в программе лейбористов отчаянные попытки наполнить бюджет за счет налогов для крупнейших банков и богатых футбольных клубов, а также национализация компаний по водоснабжению. Никаких секретов не будет. Люди хотят жить в стране, которой управляют ради блага большинства, а не привилегированных избранных. Последние семь лет Британия – страна для богачей, но это закончится. Впрочем, соцпрогнозы неутешительны для трудовиков и вполне устраивают Тори. 47% парламентских кресел прочат партии действующего премьера. Наверное, чтобы не спугнуть избирателей, не отвечать на неудобные вопросы, Тереза Мэй отказалась участвовать в теледебатах, а следом за ней и главный конкурент Джереми Корбин тоже. Мол, не с кем будет дискутировать. Эфир достался мелким сошкам вроде либеральных демократов и шотландских националистов. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Турне в условиях скандала. Дональд Трамп начал свой первый зарубежный визит и покинул Вашингтон на фоне новых обвинений в свой адрес. Куда полетел и что снова случилось? Дмитрий Анопченко с подробностями. Борт номер один касается взлетной полосы. Красная дорожка, король лично встречает его у Трапа. Дональд Трамп сейчас в Саудовской Аравии. Дальше полетит в Израиль и Ватикан, затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и навстречу Большой Семерке на Сицилии. В команде Трампа этот визит уже называют историческим. Мол, ни один американский президент в истории не посещал священные места для иудеев, христиан и мусульман в ходе одной поездки. Вот только проходит это зарубежное турне на фоне невиданного скандала внутри самой страны. Поводом для него стал все тот же разговор Трампа с Лавровым, но пресса раскопала о нем новые подробности. Нью-Йорк Таймс от источника в Белом доме узнала, что в разговоре с Лавровым Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого отправил в отставку, психом и сумасшедшим придурком. И якобы сказал российскому министру, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и Коми из-за России, но теперь с этим покончено. Все это дает повод противникам президента обвинять его в препятствовании правосудию. Обвинение для Америки более чем серьезное. Дошло до того, что, как передает СНН, команда юристов Белого дома даже начала изучать все детали процедуры импичмента, чтобы быть готовыми помочь президенту отбиваться в случае, если его все-таки попытаются отстранить от должности. Впрочем, такое развитие событий в команде Трампа считают маловероятным. Мол, у демократов голосов не хватит. Поддержка республиканцев сильна, а они импичмента просто не допустят. Как бы там ни было, шума в прессе много. На том же СНН до откровенной ругани между ведущим и приглашенным экспертом дошло в прямом эфире. Мне все равно, что он сказал русским. В смысле, он ведь президент Соединенных Штатов. Барак Обама мог такое сказать, Джордж Буш мог такое сказать. Если бы он сходил по большому себе на стол, вы бы тоже его защищали? Что? Ведущему потом пришлось извиняться, мол, погорячился. Но в Конгрессе уже тоже не сдерживают себя. Ни в оценках, ни в выражениях. Ну и все теперь зависит от одного только человека. Джеймса Коми, отстраненного Трампом и обиженного экс-директора ФБР. Сенатский комитет по разведке уже вызвал его на слушание, чтобы дал показания под присягой. Слушания пройдут сразу после дня поминовения. В Соединенных Штатах его отмечают 29 мая. А значит, июнь будет очень горячим. Ведь если обиженный Коми решит обвинить Трампа в попытке повлиять на следствие, это может иметь очень серьезные последствия. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ржавчина и черные пятна на олимпийских медалях. Бронзовые и серебряные награды с игр в Рио-де-Жанейро нуждаются в замене. В бразильском оргкомитете заявили, что олимпийцы уже вернули более 130 медалей. Монетный двор, выпустивший награды, сейчас их восстанавливает. Организаторы уверяют, что причина ненадлежащая хранение медалей и разница в температуре. Подвал, в котором куются украинские медали. Призеры Паралимпиады в том же Рио-де-Жанейро наша сборная по стрельбе тренируется в ужасных условиях. Почему тренеры вынуждены буквально носить чемпионов на руках и кто поможет спортсменам, выяснял Андрей Анастасов. Сенсационное выступление в Рио-де-Жанейро осенью прошлого года. Паралимпийская сборная Украины третья в общем зачете. Впереди лишь китайцы и англичане. Украинский флаг в Рио поднимают 117 раз, в том числе благодаря стрелкам. Василий Ковальчук завоевывает золотую медаль, его жена Ольга Ковальчук, серебряную, Алексей Денисюк, бронзовую. А это уже Одесса, спорткомплекс политехнического университета. Именно здесь куются эти медали. В подвальном помещении. Многие паралимпийцы на колясках спуститься в тир по узкой лестнице и подняться наверх самостоятельно не могут. На руках их носят тренеры. И так 6 раз в неделю. У Ольги Ковальчук, серебряного призера Паралимпиады, перелом позвоночника. Говорит, из-за постоянных деформаций при таком спуске испытывает боли. Ну, что я могу сказать, обидно, не обидно. Тут уже исходим из того, что возможно. Где возможно тренироваться. В какой-то степени, конечно, оно вошло в привычку, но хотелось бы лучших условий. Ну, а так с зарубежными тирами это, конечно, не сравнить. Впрочем, лестница не единственная проблема, говорят тренеры. Тир в подвале уже сам по себе не соответствует стандартам подготовки стрелков. Так, упражнения с мелкокалиберным оружием нужно отрабатывать на открытом воздухе, как это принято во всем мире. Надо учитывать силу ветра, освещенность может меняться. Надо получить навык работать в таких условиях. Ну, знаете как, через терник звездам. Местные чиновники признают, условия, в которых тренируются паралимпийцы, просто оскорбительны. Уже полтора года на всех уровнях заявляют о проблеме, но получают ответ. Ни свободных помещений, ни земли для строительства спортзала нет. Рассматривали и вопрос оборудования пандуса. Здесь технически невозможно. Здесь такой уклон лестницы, что этот пандус сделать просто невозможно. Это будет еще более опасно. По последней информации, одесские власти пообещали паралимпийцам-стрелкам учесть их пожелания при строительстве нового спорткомплекса. На это уйдет несколько лет. Впрочем, там уже и до Паралимпиады 2020 недалеко. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. Арсенал для украинского читателя. Книжный арсенал. Именно так называется крупнейшая ярмарка, которая сейчас проходит в столице. Почем нынче литературные новинки и что сейчас в тренде, знает Елена Митясова. Если вам скажут, что украинцы не читающая нация, не верьте, мистецкий арсенал прямое тому доказательство. Здесь проходит крупнейшая в Восточной Европе книжная ярмарка. И попасть на нее задача не из легких. Указ приходится стоять не один час, а потом еще попробуй протиснуться к новинкам чтения. Но это того стоит. Литература на любой вкус от более чем полутора сотен издательств. Каждый напрямок используется попытом и, может быть, в однаковом плане. Однаково. Что нонфикшн, что детская, что художная литература. Все читают. Накупили очень много всего. Я не знаю, почему мы это перечитаем. Все, что накупили, очень много интересных книжек и для детей. Книг российских авторов в этом году на фестивале нет. Все издания преимущественно украиноязычные. Ценовая политика в среднем от 60 до 200 гривен за книгу. Конечно, что книжки дорождают, но это не какие-то суттевые дорождают. В результате сейчас дорождают все. Мы пытаемся сохранить нашу ценовую политику такую, чтобы максимальное количество читателей могло найти что-то в себе и до смаку, и до кишени. Хотя, конечно, есть на прилавках и особо ценные экземпляры. Вот, к примеру, закабзарь в кожаном переплете с репродукциями картин Тараса Шевченко просят 5 тысяч гривен. А за эту Библию все 18. У нас Библия Дорея. Это Яшкирина Политурка, Сребная икона и Каминя Сваровская. Но основной тренд ярмарки – детская литература. Почти половина всего книжного ассортимента. Выбор ошеломительный. От классики до современности. Украинская писательница Ирена Карпа уверяет, написанная ею сказка «День всех белок» придется по душе всем. Книжка, на самом деле, очень жизненная. И должна быть понятна и взрослым, и детям. Она про то, что настоящие ценности – это не консюмеризм, это не статус, а это свобода, это дружба, это поддержка. И она вышла такая насыщенная. Книжка веселая, смешная, очень ироничная. К тому же, говорит писательница, что ее персонажи невымышленные. И у каждого есть реальный прототип. Чиновники и мажоры, лесничие журналисты. Но главное, по словам Ирены Карпы, герои ее сказки учат детей добиваться цели, верить в дружбу и ценить свободу. Хотелось сделать эту книжку про настоящих людей. Идеи, какие из них даже трансформуются. Белка летяга, которая там лежит в золотой клейце и счастлива, такая, что в ней есть все Шанелли и Гуччи. Раптом она тоже понимает, что если в ней при этом нет свободы и возможности полетать над лесом, то в ней, на самом деле, несчастное житие. И она вырывается из этого. То есть, это такая сказка правильной эмансипации. Чтобы увидеть все новинки книжного арсенала и выбрать томик по душе, у читателей остался один день. В воскресенье ярмарка закроется. Елена Митясова, Сергей Ведмедь, подробности, телеканал Интер. Где и чему будет учиться Цукерберг? За сколько продадут первый компьютер компании Apple? И как отсудить? 100 тысяч долларов у известной кофейни. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Учиться никогда не поздно, даже если ты создатель самой популярной соцсети в мире. Марк Цукерберг собирается вернуться в университет и все же закончить образование. Об этом он написал на своей страничке в Facebook. А под постом опубликовал видео из семейного архива. На нем 18-летний Марк с волнением открывает письмо из Гарварда и узнает, он поступил. Но уже через два года Цукерберг бросил престижный факультет психологии и полностью посвятил себя IT. 100 тысяч долларов отсудила американка у кофейни Starbucks из-за того, что обожглась кофе. Жительница Флориды Джоан Магавера разлила на себя напиток и получила ожоги первой степени. Виной этому неустойчивые крышечки на стаканчиках Starbucks, уверяет женщина. Юристы подтвердили, более 80 человек ежемесячно жалуются, крышки плохо держатся и протекают. Судьи встали на сторону Джоан и обязали кофейню выплатить 15 тысяч на лечение и еще 85 тысяч долларов за боль и страдания. В Германии с молотка пойдет первый компьютер компании Apple. Стив Возняк и Стив Джоб создали модель Apple One в 1976. Тогда она стоила 666 долларов 66 центов, а на аукционе за нее планируют получить как минимум 180 тысяч. Экземпляр, выставленный на продажу, принадлежит американскому инженеру Джону Драйдену. Аукционный Apple One – один из 50 компьютеров этой модели, оставшихся на планете и один из шести первых яблочных ЭВМ, который все еще работает. В Перу из канализации люди вытащили пятиметровую анаконду. Животные, застрявшие в пластиковой трубе, обнаружили в одном из рыбоводческих хозяйств. Спасатели попытались выудить змею сами, но она оказалась слишком крупной и сточная труба отвалилась. Рептилию вытащили на берег и тогда сняли пластик. Анаконда не пострадала. После спасательной операции ее выпустили в ближайший водоем. Впервые за 10 лет в тайском национальном парке Као-Сам-Рой-Йо распустились розовые лотосы. В местной культуре эти растения считаются священными. Все эти годы местность страдала от засухи. Экологи были уверены, что самая крупная популяция цветов розового лотоса погибнет. Но в этом году из-за проливных дождей озеро буквально возродилось, а с ним и священное растение. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова